Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 32-й выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Владимир. На высоком берегу Клязьмы, по обеим берегам реки Лыбит расположен древний русский город Владимир. В XIX веке он был еще разделен на две части – городскую, Кремль, Китай-город, Белый город, и Залыбенскую, собственно предместе города. Основание Владимир относит к 1108 году и приписывает Владимиру Мономаху. В летописях впервые упоминается под 1151 год, когда Андрей Юрьевич Боголюбский ушел тайно от отца из Вышеграда с иконой Богоматери в свою вотчину и навсегда избрал Владимир своей резиденцией. Будучи владетелем княжеств Владимирского, Суздальского и Ростовского, в 1157 году принял титул великого князя. Город быстро расцветал. В 1158 году была возведена церковь Богородицы из Белого Камня. При Всеволоде III построен Дмитриевский собор краса и гордость русского зодчества. Поднялись также Рождественский монастырь и Успенский девичий монастырь. Появились многочисленные деревянные церкви, которые порой иничтожались пожарами. В 1185 году в огне погибло 32, а в 1193 году еще 14 церквей. Но самое страшное разорение Владимира произошло в 1237 году, когда в княжение князя Георгия Всеволодовича к городу подступили войска ханы Бата. На берегах Сити в битве с монголо-татарами в 1238 году погиб и сам Георгий. Владимир оставался первопрестольным русским городом до 1328 года, пока не уступил первенству Москве. Расцвет Владимира приходится на XII-XIII веков. Здесь сложилась школа зодчества и живописи, велось летописание. Уступив Москве роль общерусского политического центра, Владимир долгое время оставался религиозным центром, в нем находилась резиденция русских митрополитов. В Успенском соборе покоится тело всех князей Владимирских, из которых к лику святых причисленный Андрей Боголюбский, сын его Глеб и Георгий Всеволодович. Развивалась промышленность города. В 80-х 60 г. В нем открылись 26 фабрик и заводов. Среди них бумага ткацкая, табачная, экипажная фабрики, красильные, маловаренные, кожевенные заводы. Торговля в городе отмечалась как посредственная. Кроме базаров, проводилась один раз в год с 21 по 28 мая ярмарка, известная под именем Сарева Константиновской. С давних времен владимирцы занимались садоводством. Особенной популярностью пользовалась владимирская вишня, вывозившаяся на продажу в Москву и другие уроды. Современный Владимир один из машиностроительных центров. Здесь выпускают продукцию тракторный завод, предприятие приборостроения. Развита также химическая промышленность, легкая и пищевая. Железная дорога связывает Владимир с Москвой и Муромом. Тут проходила знаменитая Владимирка-ссыл на каторжный путь в Сибирь. В 1989 году население города составляло 350 тысяч человек. Владимир, один из известных исторических и культурных центров, включен в Золотое кольцо России. Всемирной славой пользуется Владимир Асуздальский историко-художественный архитектурный музей-заповедник. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.